МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Это эфиры программы новинной региона. У студии працует Евген Пабаловец. Глядите в выпуске. Пытания профилактики травматизма и забеспечения бытовых умов на предприемствах агропромыслового комплекса обмеркованы на выездном посаджении Президума Гомельского областного объединения профсоюзов. Профилактичная акция Держтехагляд проводится до 30-х кастричников Гомельской области. Сегодня в Беларуси означается День Мати. У Гомеля запланованы широк святочных мероприемств. Зараз об этом и иншим больше подробязано. Наглядальным комиссиям, которые работают в Гомельской области, будет оказываться больше значимая допомога у ликвидации выявленных подчас рейдов проблем. Теперь пытания, которые немогли вы решить на мясовом узровне, при необходимости будут разгадаться областными структурами. Такое решение принято в областном выканавшем комитете. Как попередить неосчастные выпадки в приватном секторе и кому, саправды, потребна допомога державы? Высветлял Олег Синтероу. Наглядальная комиссия у Гомельской области просует с 2010 года. А по эффективности их деятельности можно мерковать по таких лечбах. За минулый час койкость пожара в приватном секторе изменчилась, а малю двоя. Прикладно настолько же снизилась и койкость людей, которые загинули подчас у сгорания. 78-годовая ветковчанка Мария Баранова, членом наглядальной комиссии, на лес не скарзится. Хоть и живи одна. Дятей нема, а муж помёр. Кажется, что по куле обыходится навык без допомоги социального работника. Правда, покидать пенсионерку по заувагой социальных службов поведцы не спешаются. Тем больше, что, как минимум, одной ночи визит наглядальной комиссии уже дозволил попередить несчастный выпадок. За час эксплуатации электропроводка пришла у таких стан, что пожар мог отбыться у любую хвилину. Так и поглядываю на эту проводку. Думаю, она уже старая, 100-годовая. Думаю, может, она уже и так прогорела, и что? Она же старобытная, так и подокрученная бы, какие были проводки. Ну, так вот, я обратилась, я напрышлю, что спасибо им большое за это, я очень благодарна. А птым, что ещё шмат кому потребна допомога державы, члены наглядальной комиссии пераконываются у хати пенсионерки Тамары Пятровны. Почас апочного наведывания, кажуть, пришлось навод нарад милиции выкликать. Так, не вельми гостинно, сустракал комиссию сын Жанчины. На гэтый раз его дома нема, але и зараз пенсионерка всю правду об своем житте рассказывать не им гнется. Хоть у вынеку и признается, жить в этом доме уже нема сил и сгодные посядиться в интернате. Одинная проблема – у Жанчины нема ніякой прописки. В Ветковском районе, где значная частка переселенцев потерпелых территорий – это не одинная заява, але конкретно с гэтым выпадком у Центры социального обслугования населенства обицаюць разобраться. Она обратилась сама по поводу оформления её в дом-интернат либо в отделение круглосуточного пребывания. Но так как она без прописки, мы поднялись этот вопрос, занимаемся её пропиской, чтобы её куда-то прописать. И как только мы её пропишем, пройдём медицинскую комиссию, и мы её оформим в дом-интернат. Либо в отделение круглосуточного пребывания в Пресно, как она пожелает. Головная задача наглядальных комиссий – да помог чей людям выращать их реальные проблемы. Правда, не все реагуют на такое мкнение становча, и размовлять категорично отмавляются, и в дом могут не пустить. Хоть по усіх параметрах семья явно проблемная. Ветковчанка Алена Рыгоровна до их лику не относится, хоть убаченная, выкликая неоднозначные думки. За одного боку – сучасная бытовая техника, с другого – беспорадок у дворы и у хати. Постоянно газоробку дарят, что у этой семьи нема. Когось приклады курения у помешка не присутничают, что может привести до пожара. На выправлении ситуации местным службам даётся месяц. Причём, коли некие проблемы нельзя выражать в районе, теперь можно огучить их на областном узровне. Чтобы потом на областном уровне со всеми руководителями областных субъектов профилактики вырабатывать решения для того, чтобы решать их на местах. Я думаю, этот новый виток в деятельности смотровых комиссий в оценке каждого субъекта профилактики в реализации своих обязанностей позволит ещё больше предупреждать и ликвидировать те угрозы, которые могут привести к трагедии. Выники рейду подводятся на нараде с уделом керавництва областного управления МНС. Минавитая эта структура теперь будет координовать деятельность наглядальных комиссий. До речи, после Ветховского района комплексные анализы их работы будут проведены в Добрском, Браинском и Будокошалёвском районах, где всё это означено хоть и незначное, но всё-таки рост пожаров в приватном секторе. Олег Сентюров, Игорь Мариченко, Телерадо, компания «Гомель» с Ветхи. На выездном посаджении Президуума Гомельского областного объединения профсоюзов обмеркованы питания профилактики травматизма и забеспечения бытовых умов на предприемствах агропромысловах и комплексу. Дняхлеждача на то, что еще перед подшатком Жневана Гомельшине была проведена отповедная нарада, а за кожным районом замоцованный техничный инспектор працы, выники оказались неоднозначными. Подшат граммадского контроля у период подрыхтовки и проведения уборочных работ было выявлено омаль 660 порушений. Это больше, как на 50%, перевышая минулогодний покажек. Сярод основных порушений, отсутность спецадения, допуск до работы неосправной техники, не задаваняющий стан санитарно-бытовых помешканев. Разом с тем, областным объединением профсоюзов звертают увагу на той факт, что проводимая профилактичная работа дозволила значно знизить колька смаротных выпадков у агропромысловом комплексе. Два селетних супрать восьмилеточних. При этом на протягу опошних пяти годов у регионе не было ни одного нешастного выпадка со смаротным заходом подчас уборочных работ. Деля пропаганды лепших прикладов, это выездное посаджение президу Магоминских областных объединений профсоюзов проведено на базе ксуб Брилева и акционерного товариства Комбинату Сход. Мы понимаем, что это лучшее хозяйство, но поэтому мы привезли эту аудиторию, которая видела, что можно сегодня сделать, если это ставить целью своей. Когда нормальные бытовые условия, когда, предположим, в одном из хозяйств свой цех по пошиву спецодежды, когда, в принципе, комнаты приема пищи, когда сама культура производства обязывает людей совершенно иначе относиться к своему рабочему месту. Вот это, наверное, главное, что необходимо сегодня популяризировать. Жилевый фонд Гомеля целиком долучен и до отцепления. Об этом нашему телеканалу поведомил начальник Гомельского городского ЖКГ Виктор Кулага. Нагадаем, что поэтапное уключение отцепления жилевого фонду, интернатов, гостиниц и навыкшальных установок началось 11-го Кастрышника. С 10-го Кастрышника отцепление уключено у дитячих, дошкольных, медицинских установок, школах, установок социальных и забеспечения, музеях, архивах и библиотеках. У ЖКГ нагадали, что на весь процесс отладки звычайно отводится 10 дней. Тому в выпадку изникнения проблем с затеплением варто завертаться в диспетчерскую службу по месту жихарства. Супрацовники Держа Аутоинспекции в области до 30-го Кастрышника проводят профилактичную акцию Держ Техогляд. По словах инспекторов, на дорогах региона нередко сустрыкаются автомобили с незадовольняющим внешним выглядом и видовочными отзнаками техничной неосправности, что может быть и небеспечным для остатных удельников дорожного руху. Профилактичная акция, якая будет проходить до конца Кастрышника, закликана снизить колькость недобросумленных водителев, які они своечасово прошли техничный агляд. Только за два дни до администрационной отказности было притягнуто больше за 300 человек. Пытание, с кем покинуть дитя в субботу, уже отсутненьшее на парадку дня многих мазырских батьков. У Кастрышнику городские детячие сады пропоновали новую послугу краткочасовые группы выходного дня. У одной з них побывали наши мазырские коллеги и переканалися, на вату субботу дитяший садок може быть веселым и пахатним утульным. На годиннику 10 ранится суббота. И по кулих ровесники только прочинаются, а гэты хлопшики-дзевчинки за довольнением лепят, молюют, танцуют, запоминают новые литры и займаются в спортзале. Такие якосный нагляд за дошкольниками у выходные дни у самых комфортных умовах пропонуются у группах выходного дня. За субботом мы занимаемся, играем, раскрашиваем, учим стишки и поем. Мне нравится ходить в этот детский сад, потому что тут много моих друзей, и мне тут весело. У таких субботних гуртках, как правило, займаются выхованцы старейших групп. На занятках мастерской творчостью дети совсем не звертают увагу на сторонних глядашов, с дымочной группой, и они целиком погружены в свою працу. Сегодня их маленькие ручки створяют пригожую аппликацию. Данная услуга предполагает занятость детей дошкольного возраста в выходной день, в частности, в субботу. В течение двух часов наши педагоги работают с детьми в разных направлениях – обучающим, развивающим, физкультурно-здоровительным. Наведывание спортзала – это не только задовольнение, а и шеи, корысть. Практикование на ярких фитболах допомагают формировать поставу, а круговый массаж специальными шариками сприяет агульному оздоровлению. Свою головную субботню задачу педагоги 23-го садика и инших дошкольных установ района лечат невыхование юных вундеркиндов. Группа выходного дня – это, перв за все, позитивный настрой детей. Каждый раз приходится придумать что-то новое. Ребята нравится творить, фантазировать, путешествовать, играть. Для этого мы используем яркую наглядность, веселые физкульт-минутки, сказочные персонажи. И время проходит быстро и незаметно. А родители очень довольны, что их дети с пользой проводят время в выходной день. А еще это добрая максимум для родителей, чтобы делить пару годин важным хатным справам, на которые так не хватает часа в будние дни. Катерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав, прописана у телеканала «Мазыр» специально для телерадоэкомпании «Гомель». Сегодня у Беларуси означается «День маты». У Гомеля запланованы шерых святошных мероприемствов. У 11 годин отбудется урочистый прием керавництвам в области. А у 16 годин принимать веншование женщины будут от представников городской улады. А кроме этого теплые слова в адрес маты прогучать и от старшин громадских организаций. Урочистые мероприемства сегодня запланованы у Гомельским областным объединением профсоюзов. Усе подрабязности у наших наступных выпусках новинов. Одно з мероприемствов з нагоды Респубиканского дня маты прошло у Гомеля на перейдадні. У Центральную городскую библиотеку Мя Герцена запросили навучэна Гомельского аграрно-экономичного коледжа. Для их провяли правовую годину зуделом адвакатов по теме обороны сямьи, материнства и дятінства. Обнарковались атакие пытання, як державная патрымка сямьи, правые обавязки маты. А так само, что робить для того, каб вырастить здоровых и счастливых дятей. Быть матерью – это очень ответственно, это очень почетно. Но вместе с тем, быть матерью надо еще и учиться. Поэтому не случайно на мероприятия приглашены молодые девушки, студентки, которые в скором будущем станут матерями. Поэтому им очень важно знать свои права и обязанности. Молодивы тренды у справе пропаганды пожарной безпеки. Рейшинский районный отдел по независимых ситуациях провел конкурс «Селфи». На сдавление организаторов до делу им долучилися тысячи корыстальников интернету. Что с этого отрималось, расскажет Ганна Ковалева. В рамках акции «Молодь за беспеку» Рейшинский районный отдел по независимых ситуациях провел конкурс «Селфи», головной умовой, якого была наявность на фотосимволике и атрибута МНС. Сбор заявок и отбор финалистов протягивал 7 месяцев. За этот час организаторы отримали некольки десятков фотографий. Причем, вызначить переможцу дали махчимость корыстальникам социальных сеток. Мы каждый год что-то думаем новое, свежее, чтобы заинтересовать. Заинтересовать в первую очередь молодежь. Потому что по старинке нельзя работать. У нас мир меняется, технологии меняются. Любыми путями достучаться до людей. Что безопасность все-таки это одно из главных в нашей деятельности. Конкурс вырошили провести до 15 годей белорусской молодежной громадской организации ротовальников-пожарных. ИДУ подтримали державные организации и индивидуальные предпринимальники. Одни пропоновали захватить переможцев, иншие – допомогти информационно. Хорошие вещи нужно рекламировать. И когда ребята делают хорошее дело, мы, конечно, оказываем информационную поддержку всяческую. У нас одна из старейших газет Республики Беларусь. В следующем году нам 100 лет. Поэтому о всех хороших мероприятиях, которые были влечены за эти 100 лет, мы пишем. Вот это вот одно из них. В интернете до конкурса долучились больше, чем 4 тысячи человек. Миновито столько корыстальников социальных сеток отдали свои голосы в поддержку конкурсантов. У вынеку третье место заняла Ксения Шингерей, другое – Ладлена Иванюшка. Первое же место больше за тысячу голосов отримал Андрей Кмец. Фото было сделано в Светлой Рощи, когда я ездил на допуск на тушение пожаров. И там было очень много ребят с разных регионов. И мы решили сделать после занятия фото. И как бы там много кто из Бобруйска, Сожлобина. И получилась такая хорошая фото. Я закинул и попробовал, ну и вот и выиграл. Призеры третьего и другого места утромали макчимость бесплатно покататься на картингу. А переможца шанит скокнуть с парашютом. Дарыши таки конкурс тут провели у першыню. Але его выники переканали. Провести нечто подобное варты не только сярод дорослых, але и юных ротовальников пожарных. Для их конкурс проведуть до конца этого года. И макчима у будущени сэлфис-поборництва зробить, что готовым. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко. Телередо компания «Гомель», Рычицкий район. У «Гомеля» подвали выники пятой открытой олимпиады для школьников по истории и культуры. Все лета темы была обрана «Архитектурная спадшина Беларуси». У споборництвы приняли удел 120 ребят, наученцов пятых-восьмых классов. Проведение олимпиады в этом году примерковано до дня работников культуры и года культуры в Беларуси. У мероприемствы приняло удел 16 установ эдукаций у большинства советского района города «Гомеля». Диплом у переможца у первой, другой и третьей ступени у двух взрослых группах отрымали 22 школьники. Лепших удельников у знагородзели у белой гостиной Палацево-Паркового ансамбля. Это место обрано не выпадково, и оно, як нельга, лепш, связано с темой олимпиады – архитектурной спадшины. После церемонии школьников шакал яшедзен подарунок – оглядная экскурсия по Палацу Румянцевых и Паскевичев. На этом выпуске завершенный. У студии працывал Евген Паблавец. Усяго доброго и до встречи в эфире.